Как бы это хайпово не звучало, но пришло время, да, забыть про iPhone и перейти на Android. Тем более, понимаете, мы когда ехали за OnePlus 8T, это смартфон сейчас мой основной, заметьте, Apple Watch, у меня уже на руке нету, то мы думали, брать или не брать? Брать или не брать? Пиксель 5. И на самом деле, знаете, думали-думали, есть множество проблем, есть деградация по процессору, по множеству ТТХ, а еще и проблемы со сборкой, которые недавно совершенно появились в новостях, это все отталкивало от покупки Пикселя 5. Но, блин, мы его взяли, и сегодня вы узнаете все о нем. И когда мы только открыли коробочку, сразу же начало видеть магии. Вот этой магии, которой пикселеводы прям-таки скажут, я это все понимаю. И, кстати, я владелец Пикселя 3, 3 XL, 4-очки использовал, но немного на них забил, и теперь понимаю, вспоминаю, знаете, вот это вспоминаю, приятный пиксель. И этот смартфон не растерял эту магию, несмотря на инновационные ретро-стили со сканером сзади, это в скобочках. И должен вам сказать, это первый пиксель, который не отталкивает своим внешним видом. Вспомните первый, второй, 2 XL, ой, боже мой, многие просто бежали от этого дизайна. А здесь компактность, и вот даже вот этот задний пластик, о котором мы тоже сегодня поговорим, все это привлекает внимание. И перед началом обзора я вам скажу, что у нас скоро 11-11, это большая распродажа. У нас есть группы Telegram, там будет очень много классных скидок. И от себя добавлю, на прошлое 11-11, благодаря этим Telegram-группам я купил много чего по хорошей цене. Здесь самое главное не провтыкать и взять именно хорошую цену, а не ту, которую нам навязывают. В группах Telegram мы это все фильтруем. Также эта группа разыгрывает PocoFone, Poco X3, условия конкурса оставлю в описании, так что ссылочки все внизу в описании, обязательно подписывайтесь. Начинаем внешко. Pixel 5 это смартфон, который в 2020 году получил сканер сзади. Ну, честно, смех. Тем более, что из-за расположения его достаточно низко, приходится кисть немного сгибать. И если у вас большая рука, то вам будет неудобно. Разблокировки по фронтальной камере, то есть по вашему лицу, здесь нет. Про Pixel 4 и его инфракрасную камеру тоже можно все забыть. Но когда ты берешь этот металлический гаджет, который имеет матовое пластикоподобное погрытие, честно сказать, я все ему прощаю. Ведь он мелкий и компактный, а это в наше время прям-таки топчик. Тем более, учитывайте, здесь достаточно большой дисплей, 6 дюймов. И при этом вес 150 грамм. Evrico компакт в Android. Это очень хорошо. Даже вспоминаю Pixel 3 и частично Pixel 4. Но, как я уже говорил в самом начале, есть уже информация о проблемах сборки. И, к сожалению, наш гаджет тоже это не обошло. Верхняя часть явно люфтит, но это лично меня не удивило. Google всегда забивает болт на качество сборки, хоть и продают не так много своих гаджетов за год. Да и просят при этом немало. Из своего экспириенса отмечу, что Pixel 3 XL у меня вышло разбить дисплей. И чтобы его заменить, мне пришлось потратить полгода, мать его, полгода, чтобы достать этот дисплей. Там было очень много всего. Но вот Google, он имеет магию. Но, с другой стороны, вот эта подобность и его постоянный брак и вот недостача запчастей, особенно в наших странах, иногда пугает. И чехол. Вот попробуйте сейчас найти в вашем городе, в вашей стране чехол на Pixel 5. У вас этого не получится. Я вам больше скажу, даже в Европе немного пребалиматично это сделать. Если сравнивать с теми же айфонами и тому подобное. Так, друзья, и у нас, несмотря на то, что металлический корпус смартфона, он имеет беспроводную зарядку. Я думаю, что, возможно, вы это уже видели, но вот смотрите, металл, видите, другой звук. Вот здесь вот находится беспроводная зарядка. И она также может быть реверсивной беспроводной зарядкой для каких-либо носимых гаджетов, я имею в виду наушники и, возможно, смарт-часы. И, конечно же, здесь есть защита IP. Но, учитывая сборку Pixel, блин, я бы в этот смартфон не погружал под воду. С тыльной стороны на самом корпусе, кроме сканера, есть также блок-камер, которые лишь чуток выпирают. И, ясно дело, будет закрываться чехлом, который вы вряд ли найдете. Кнопки питания по традиции находятся выше кнопок громкости, что непривычно, возможно, для кого-то не будет, но пикселеводы все знают об этом. Ну и отмечу, кнопка питания из глянцевого пластика, удешевление прям везде. Ну и вибро в гаджете, как всегда, топ. Тем более, что оно интегрировано в систему 11-го Android. И при выделении того же текста вы будете получать некую виброотдачу. Это все вот добавляет к этой магии. На Android наконец-то есть гаджет, который передает тебе хоть что-то, что есть в iOS. И тут владельцы MIUI скажут, да-да, идите вы со своим пикселем. И по поводу деградации. Значит, смотрите, на самом деле пиксель пятый хуже, чем пиксель четвертый. Это знают уже все. И у нас даже в группе Telegram, в чате группе Telegram запостили пост о деградации пикселя. Visual Core, его здесь нет. Который, кстати, снимал нагрузку с ISP ядра и ускорял работу HDR. Pixel Neural Core, который являлся фактически дополнительным инструментом для обработки задач по машинному обучению. Его тоже здесь нет. И может быть вы помните радар и сканер лица в пикселе четвертом. Их тоже здесь нет. И флагманского процессора тоже нет. Короче, пиксель лишился всех этих фишек, о существовании которых вы, возможно, в первый раз слышите. И только какие-то гики знали об этом или любители, опять-таки, смартфонов пиксель. Но я вам скажу, сейчас все же компания Google начинает делать упор не на вот эти вот вещи, которые достаточно затратные. А на некую магию продолжения вот этого пиксель-экспириенса в смартфоне. И поэтому я хочу поговорить о фишках, которые есть в пикселе пятом и которые однозначно завоюют сердца многих. Значит, диктофончик с функцией расшифровки вашей речи. Крутая фича, которая, кстати, не работает с русским языком. Как и функция выделения текста в меню запущенных приложений. Казалось бы, вот чем я буду пользоваться, это очень практично, но Google тебе говорит «Nine». Русского языка здесь нет. Так, на главном экране теперь можно включить рекомендации приложений, которые будут вам показывать ваши самые часто используемые программы. Есть, кстати, крутая фишка правила, которые позволяют автоматизировать некоторые действия к определенной сети Wi-Fi. Это, конечно, не новые некие команды, то есть, допустим, при подключении к Wi-Fi сети на работе у вас смартфон может перейти в беззвучный режим. Или вы приходите домой и еще ставите какую-то функцию. И к геопозиции тоже это можно привязать. В принципе, вот эта вещь удобная, и я ей однозначно хотел бы пользоваться. Но LG-воды, вы сейчас тихо смеетесь в сторонке, потому что у вас это было и в Pixel, ну и LG, есть некая связь. И еще один моментик. Обновление смартфона теперь происходит не просто пакетом, а по отдельности. Каждая функция приложения, это достаточно интересно. То есть, не нужно, как раньше, ждать обновлений, чтобы допилили, допустим, камеру. Теперь просто выпускается обновок, как на обычную приложуху. Но меня больше продавала возможность кастомизировать интерфейс. Теперь в Pixel можно выбрать одну из тем интерфейса. О, боже мой, какая инновация. Либо самостоятельно выбрать шрифт, вид значков и форму. Теперь даже сетку рабочего стола можно поменять. Спасибо тебе большое, Google. Но багов здесь просто выше крившей. Слушайте, когда мы подошли в магазине взять Pixel, у нас вылетел Chrome, вылетел YouTube, по-моему, да. И что самое интересное, вот это я помню, у меня был Pixel 3 XL, бета-тестирование было Android 10. И когда я фотографировал, то почему-то в приложении камеры и в галерее фотографий не было. Нужно было заходить в проводник, и именно там они лежали в папочке. В Pixel 5 сейчас то же самое. Это просто очень смешно. И вот еще какой момент. В Телеграме замечен датчик приближения. В смартфоне он, знаете, как некий глаз такой смотрит на вас, и вы его дисвидите. Это однозначно баг, и я надеюсь, его поправит. Что я говорю? Google поправит баги? Нет, вы будете жить с ними и радоваться то, что у вас Google Pixel, который может сломаться, и вы не сможете его отремонтировать. Теперь камера. И знаете, сегодня я не буду показывать вам сравнения камер. Мы хотим это сделать в отдельном видео. Возможно, iPhone 12 Pro, может быть, что-то еще другое. Я очень часто слышу, что многие говорят, Pixel 5, Pixel 4. Это просто мега смартфоны по фотовозможностям. Это лучшие смартфоны по фотовозможностям. Нет, друзья, вот с Pixel 3 и 3 XL можно было это говорить, но потом появились другие. Тот же OnePlus дотянулся, те же iPhone 11 и сейчас, и уже 12, которые реально будут показывать очень высокий уровень. И вот поверьте, поверьте, мы уже сравнение сделали для себя. Много Pixel не лучший по фотовозможностям, но по фишечкам посоревноваться он может с многими. Так, по приложению камеры. Во-первых, изменился дизайн. Кстати, в скробке этого дизайна не было, пришла обновка. И добавили кнопки зума, но главная его фишка это ширик. Да, теперь здесь вместо телевика, который стоял в Pixel 4, стоит 16-мегапиксельный широкоугольный сенсор. Но угол захвата у него не ахтит. Да и автофокусировки нет, но знаете, мать его, он очень крутой. Чуток позже это вам покажу. В приложении также никуда не делась двойная экспозиция, которая позволяет вытянуть крутые снимки. Ночной режим стал включаться автоматически, а-ля iPhone. Ну и работает он на всех камерах, включая фронтальную. И в портретке, кстати, тоже может включаться автоматически ночной режим. Ну и есть также астрофото. Оно никуда не делось. Вот вам пример ночной фотографии. Но опять-таки повторюсь, сравнение с другими конкурентами мы будем делать в отдельном видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Но несмотря на то, что я сказал, что Pixel не лучший по фотовозможностям из тех смартфонов, которые я тестировал, фото на основную камеру меня порадовали. Сам смартфон быстро ловит снимки, даже при тряске и быстром движении. И телевик убрали, и знаете, вернулись к третьей модели. Все софтом. Вот вам пример того, что вы видите, приближая фото на камеру и итоговый снимок. Результат кардинально разный, и прошу учесть, все это делалось на ходу, то есть движение машины. Портретный режим здесь не изменился, но из-за того, что нет телевика, они программно кропают картинку. Так, про ночной режим в портретке мы вам уже сказали. Ну и на постобработке можно изменить фокус объекта на другую часть кадра или выбрать освещение. С какой стороны оно будет падать. Реализовано это все за счет второго фото на ширик и магии искусственного интеллекта. И еще такой момент, если вы сделали простую фотографию и хотите сделать из нее портретку, без проблем. Google вам это позволяет. Также можно выбрать цветовой фокус или вовсе отдать все искусственному интеллекту. Но не увлекайтесь, он может вас реально поработить. А теперь давайте поговорим о видео возможностях. И как ни странно, их здесь серьезно прокачали, потому что прошлые пиксели, ну немного в этом плане разочаровывали. Во-первых, появилось, о боже, 4К 60 кадров в секунду. А также теперь можно выбрать 4 вида стабилизации. Первое, это стандартное. Второе, это фиксация на объекте съемки. Третий режим призван сделать плавным видео при беге или езде с большой тряской. Так, ну еще у нас один режим появился, кинематографический. Я его так назову, потому что, ну как бы с одной стороны прикольно. Вот вы сейчас видите, это я так играл, вот что показывая, как все эпично. Но делается 4К 60 кадров в секунду, замедляется до 30 кадров. И вот без звука такой кадр у вас выходит уже на самом смартфоне. Также при записи видео можно переключаться между шириком и основной камерой. Вот я вам показываю это все на видео. И это, друзья, максимально бесшовно. Насколько это возможно, сделать такой переход между камерами с разным фокусным расстоянием. Ну и вот вам пример смартфона, как он записывает звук. Не, смотри, я снимаю МРС. Блин, Дима, как смотри? Не, не смотри, я записываю. Типа. Потому что я видел, типа, очень много говоришь, ну кто-то говорил, что прокачали видеовозможности. Сейчас звук, да, посмотрим. Как записывать стереозвук? Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Короче, помнишь, как айфон тут снимают на ширик, да? Ну тут вот все в шумах и так дальше, да? Все. Есть. Но несмотря на вот эти все фишки, у меня претензии к Гуглу есть. Гугл. Почему, покупая смартфон в магазине, я его беру, мне приходят новые и новые обновления на протяжении какого-то времени, и появляются те фишки, о которых вы говорили на презентации. Почему сразу же с коробки мне их нельзя отдать? Ведь на данный момент, я вам спойлер даю, Пиксель 5 фоткает на уровне айфона 11-го прошлогоднего смартфона. И нам нужно ждать новые алгоритмы, которые Гугл, типа, еще разрабатывает. Как так? Магия Пикселя. Ну и сенсор, кстати, я не сказал этого. Здесь все тот же Sony IMX363, который Гугл уже третий год насилует. И, блин, Пиксель сейчас не лучший по фотовозможностям. Просто вот зарубите себе это на носу, это так и есть. И только сейчас я вам расскажу кое-что о железе, потому что о железе здесь не хочется говорить, поэтому давайте расскажу вам про дисплей. Ведь здесь установлена 6-дюймовая AMOLED-матрица, разрешение Full HD+, и поддержка 90 Гц. Экран яркий, красивый и имеет интересную калибровку. Да и максимальной яркости хватает днем, при ярком солнце. Но отмечу, что автояркость как бы работает хорошо, но нет никакого датчика сзади, чтобы, знаете, вот новомодное вы подносите к яркому источнику света, и у вас тоже повышается яркость. Удешевление Пикселя. Так, теперь о железе. Snapdragon 765G. Вот хочется именно сказать вот Snapdragon, потому что здесь 765G, мать его, в Пикселе, в флагманском смартфоне, хотя это предфлагман получается. И память у нас накопителя UFS 2.1, ELPDDR4X, потому что этот процессор новее память не поддерживает. И внутренний накопитель у нас только 128 ГБ. И тут кто-то может сказать, да Пикселя ждает нам МБ и ГБ в облачном хранилище. Нифига, халява закончилась. Ну и кому интересно, здесь также 8, наконец-то, блин, 8 ГБ оперативной памяти. И в играх, кстати, смартфон держится достаточно хорошо, но не на максимальных настройках. И нагрев составляет у нас спустя 30 минут игры 43 градуса. И разрядился при этом он на 10%, а за полчаса YouTube он разрядился на 3%, что прям-таки неплохо. Это рекорд, ведь раньше Пиксели, особенно компактные, славились тем, что вам нужно их заряжать в 3 часа дня, может быть, пойдет и в 5 часов дня. И при этом у нас, как бы, сейчас технологии продвигаются, и все производители ставят быстрые зарядки, мега-быстрые зарядки. Но, мать его, не Пиксель. Зарядный блок только 18 Вт, и при этом за 30 минут у вас будет 40%. Многие скажут, у меня тут 4000 мАч. OnePlus 8T. 4500 и за 10 минут 40. 43% да? 43%. И, кстати, возможно, вы уже заметили, но у нас здесь нет разговорного динамика. Говорили, что здесь, как бы, костная проводимость и тому подобное. Костная проводимость, это когда вы прилагаете смартфон к уху, и, по сути говоря, вас никто не слышит, что вам говорит собеседник. Здесь же при звонке все окружающие будут слышать, что вам говорит собеседник. Это очень напоминает Mi Mix и LG, просто, как бы, громкие заявления костные и тому подобное. Типа, помогающие костные. Здесь, я думаю, что динамик находится под дисплеем. Но, я могу ошибаться, ждем разборок и там посмотрим. И само стерео, друзья. Просто, вот, пускай этот кадр будет у вас. Вот, вы смотрите этот клип, он очень красивый. Ах, блин, здесь стерео, знаете, на уровне Galaxy S9 или iPhone 8. Такого ужасного стерео я давно не слышал. Да, слушайте, в Покафоне, Пока X3 там стерео лучше, чем в Pixel. Пиксели, мать его, пятом, за 600, сколько, 613 евро мы его купили. Мать ты моя женщина. И так хочется сказать, да говнище все, посмотрите, просто плохое, стерео плохое, камера не очень. Но, елки-палки, вот эта магия Пикселей, я не знаю, чем ее, как вам ее передать. Вам нужно обязательно просто попользоваться. Каким там Пикселем. Возьмите даже первый с чипами, которые у них горят, аудио, или еще какой-то другой смартфон. Да возьмите, но Пиксель это что-то особенное. Это даже уже не процессор, к большому моему сожалению. Это уже даже не стерео, это уже даже... А что? Короче, на этом заканчиваем. Я не знаю, что вам говорить, потому что, ну, смартфон привлекает. И он у нас остается в команде. То есть, вот Димон сидит здесь, ржет, он владелец SE, он SE меняет себе на Пиксель. Это тоже очень рожачно, потому что, кстати, Пиксель покупаешь вот за 613 евро, 615 евро. А через год ты его продашь, ну, за 250 евро, за 300. Это магия Пикселя. Большое спасибо за просмотр. Пока.